Не, подожди, снова расскажи, что там? Я же не начало... Ну, мама рассказывала, когда-то была в городе на базаре, а при выходе с базара там бабушки продают зелье разную. И говорит, слышу, одна жиночка, ну, видно, жена военного, молоденькая такая, говорит, ну, пожалуйста, ну, меня, говорит, нету, вот всё, что у меня есть, ну, не хватает мне 25 копеек. Так, дайте, пожалуйста, один пучок зелени. Она пёрлась и говорит, нет. Мама стояла, стояла, на неё смотрела, говорит, боже, дитина, поехали земною, я тоби мешок нарву бесплатно и посажу на автобус и повезешь. Она говорит, нет, мне неудобно, на русском, ну, там, наша воинская часть там конститура, нет? О, представляешь, за 25 копеек удушатся, а? Ну, это бабушки-предприниматели есть, бизнес-меньши, тут тоже такие есть. Не, они не предприниматели, просто нарвала, ты же её всё равно... Мам, ну, она же просто так не дошла до базара, она пошла на базар продавать, потому что она предприниматель, сегодняшним языком говоря. Да, ну ты же её, если не продашь, всё равно повезёшь домой, а? Потому что она думала, что продаст. Мама говорит, больше, Аня, это в городе, чтобы так зелень купить, о-о-о-о, и когда нам, да. Да, у нас тоже мы тебе ещё не дорогу продали, и что, вынужден купить, потому что надо, если не еду к тебе, надо, зайду. Поехала, и скажи, я тебе целый мешок, какой хочешь нарву, и цебульки зеленые, и что, и поедешь назад, ну, пойму, спасибо. А я бы поехала, да? Неудобно. Что знаешь, бабушка предлагает какая-то тебе, я бы и заплатила потом, или до этого бы, ну, поехала бы сразу, потом бы передала деньги. И дружила бы с этой бабушкой, да, я бы ездила в село, нарвала, приехала бы. Да, а потом бы послала деньги. Заром. Представляете, моя бабушка, что предложила? Я бы, например, на месте той девушки поехала бы в село, то ещё бы подружилась бы с этой бабушкой, а мама же, бабушка же была моя одна всегда, мама в Баку, или не Тешине потом. Я бы и подружилась, и укропа нарвала, и лука, потом бы что-то привозила с города, что-то, деньги передавала. Похо сделала та девушка, не смогла, наверное, ребёнок маленький был. Мама так посмотрела, у меня в дом, я в житей так не поступила. Всё-таки 25 копеек. Мама, ты всё помыла, ещё не всё? А? Ещё не всё помыла? Нет, это что, по два раза надо мыть земля уже? Сначала в этой воде, потом ещё чистить, чтобы помыли, что земля... Араик, там про тебя сказали, что ты не серьёзный, а сосредоточенный. Там говорят, араик такой серьёзный, говорят, а кто-то сказал, он не серьёзный, он сосредоточенный, правильно сказали? Не, ну он серьёзный тоже? Да. Чего, араик наш серьёзный. Это, кстати, я маме такой купила набор пижамы, она носит днём. Ну вообще... Ну а что из такого? Днём тоже можно носить. А ещё один набор есть? Я не сплю в нём, я ночью сплю. Ну я поняла, но это больше как пижаму хорошо было, да? Хорошо. Хороший наборчик, да, такой? Можешь ничего не купила? Я купила три набора, люди знают, мам, я же говорила, я когда покупала, я показывала. Купила три набора. Купила три набора я. Думала, что три занесла туда-хну низк, а оказалось, что я два занесла, и один набор случайно дома оказался. Я же его утюгом, мам, горячим утюгом, мне врач сказала. Аня сказала, бабушка гладила тебе всё. Так она чуть-чуть гладила. Ну как такая бабушка, я гладила тебе всё. Короче, какая разница? Умничка. Аня сразу, быстро. Аня, ну да. Короче, Аня гладила, но я потом после него немножко ещё прогладила. Врач сказала, хорошо прогладить всё. Прокипятить, я думаю, что я буду кипятить. Ой, боже. Оно же новое, я просто прогладила горячим-горячим утюгом. И забыла я. И уже остался у меня дом, буду я дома одевать. Очень хорошо. А еще один набор есть. Боже, Карина, мне это, я это не... Подожди, а еще где один набор? Да. Ну одевай его тоже, меняй. Меняю. Не надо держать, держать не надо. Не держу. Что, Рэнь, скажешь, умного? Угу. Посмотри, иди сюда, смотри. Ты говоришь, ты так долго моешь, ты посмотри. Я же не сказала, я говорю, ты закончил или нет? Надо же это от земли, чтобы всё отошло. Что, что я в конке землю не буду готовить? Что? Я всегда всё мою хорошо, всегда. Молодец. Потому что... Мама лежала в палате, там одну женщину очень сильно больную завезли, да, мам? А сколько ей лет было? Мама потом не... Ты вообще... Я такая худая была. Ты в палате вообще не была? Только спала. А как ты спала? Я последний... Ну, она всего два дня была. Я последней ночи почти просидела на кровати, потом в коридор пошла. А что ты сидела, если можно было лечь? Там такая вонь была, что я не могу там сидеть. Вонь? Потом всё поразливала, чай пила. У меня такая чистота была. Девочки говорят, заходили бодро. Я и вас убирать даже не могу ничего, да? Слышишь, но у неё сил не было, наверное, она уже в руках держать что-то. Да, да, наверное. У неё в руках сил не было. Очень, очень. Очень. Она всё время лежала. Ой, это беда. Это беда. Такая беда, что мышцы. А сколько ей лет примерно было? Я не знаю, Карина. Как я могу определить, так вот, кожа и кости натянутые. Как определить? Ну, мышцы, ну... Я не спрашивала её. Она всё время лежала. Да. С сыном поговорит и накроется одеяло и лежит. Наверное, дочки не было, что с сыном говорила. У неё дочка где-то была. Да, они что-то говорили, где-то живут в другом городе, чё. А с сыном она видна не актива. Так кричала она, что-то там просила, не знаю, не прислушивалась. Я пошла на коридоре всё время. Я говорю, меня если будете искать, я на коридоре. На коляске эту штуку. Я там сидела. У меня врач там нашла. Поэтому она решила тебя пустить раньше на один день. Она говорит, что меня не упала. Я говорю, вы извините, я не привыкла к такому. Я не привыкла. Я почти никогда не болела ничего. Я не привыкла к такому. Ну, к такому... Воздуху, к такому. Я не привыкла к такому. Я говорю, да, мне жалко её очень, очень жалко. Это беда, я говорю. Но я не привыкла. Я там всё время сидела. Они решили быстрее её отправить. Так должны были в среду, а так во вторник аж. Должны были в вторник, да? В среду. В среду. И заведующий подходил ко мне. Вы что тут селите? Я говорю, это моё хорошее место. Но заведующий молодец. Каждый день он по несколько раз ко мне заходил. Я когда была одна в комнате, в палате, у меня идеальная чистота была. Идеальная. Я только пошла в раковину, прополоскала, посидела. Всё чистенько. Я даже, когда волосы стали сыпаться, я взяла веник сама и подмела собак. А идёт эта техничка, там Нина, одна, и говорит. Вы что, тетя, не с веником? Я говорю, ну я же не буду тебя звать. У меня волосы сыпятся, я подмела. Она говорит, так не делайте. Скажите, я поднесу. Я говорю, руки мне не отсохнут. Сама подняла. Не, не, не. Да. Боже, боже, какие болезни есть. Ой, ой, ой. А эта баба такая шухерная, что-то пришла на один день. Помнишь ли? Она колбасу мне предлагала. Такой кусок колбасы я захожу. Что химия делала, химия. Вот такой кусок колбасы ранит. В одной колбаса, в одной хлеб. Не порезано, ничего. Прямо так. Ну да. И я где-то вышла, а она говорит. Будешь колбасу? Колбасу тебе? Я говорю, у меня видите, что я не могу даже слюни глахнуть. Не только колбасу. Со специй. Не только колбасу. Такая шухерная. А ты услышала, ты сказала, я поняла, откуда она. Где-то с нашей стороны туда. Я не помню. В общем, такая бабушка жена. Я уже следила, чтобы ей капельницы не кончились. Побежала, позвала. Она сначала начала кричать. Я говорю, вы не кричите. Так, голос она начала кричать. Я говорю, не кричите. Они, видимо, где-то попала так капельница с вами. Говорю, я сейчас позову. Мне так смешно было. Она говорит, будешь кусок колбасы? Главное, откусила. Говорит, будешь кусок колбасы? Значит, после нее я должна откусить тоже. Я говорю, нет, нет, спасибо. Я говорю, слюни не могу глотнуть. Не только колбасу. А что у вас? Я ей рассказала. И она мне показала. Кажем, волосы сказала, и будут листы. Все, ну, это первый день почищен. Или второй был. Она сняла мне косинку. Говорит, бач, пидмакитру. Она говорит, я уже 11 раз тут сидит. У них там у каждого свой протокол. У кого-то 11, у кого-то 20, у кого-то 7. Да, да. Я когда лежала, то я тоже там приходили, подкапали. Будешь говорить колбасу? А медсестра зашла, такая, так, пожалуйста. Доедайте свою колбасу, 40 капельницы треба ставить его. А дочка, дуже долго не могли найти эти лекарства. По всему Хмельницкому ездили, еле-еле нашли. Какие-то такие у них маленькие, такие, бутылочки такие. И в той, и в той были маленькие. У меня 200-граммовые такие, 5 штук. И вечером, и утром. И антибиотики еще. То это... Потом же дочка позвонила, говорит, мам, я сейчас принесу. Уже еле-еле в одной аптеке достали. Полдня не могли найти, ездили. Они машину приехали. Мож ждал и дочка. Угу. Да. Ну, такая баба живая, боевая. Ну, дай бог. Да, да. Ну, я думала, что... Ну, каурак, они тебе без силы. Рак крови. Рак крови, да. Ну, получается, твоя подруга Вера. Она вылечилась, слава богу. Верка, да. Она же тоже лежала в Ахменицке. Тоже в этом отделении? Оксана, да. Она же мне сказала, где она находится. Оксана тоже деньги давала. Она говорит, откуда мне? С пенсии точно я получаю. Ну, ваше Оксана у нее в Ахменицке живет. Она ведь приходила по несколько раз в день. Да. С этим кавиром все не пускают. А тогда же пускали. Верка уже несколько лет лечилась. Угу. Ну, как-то аж страшно такое отделение. Ой, я как вспомню это отделение, это все... Я вообще похвела за... Вот это? Я когда узнала, что это за отделение, у меня отмороз по коже пошел. Честно, я же не попадала в жизнь. Ну, там кровь приводит в порядок. Так у тебя с кровью проблемы были? Там приводит в порядок кровь анализы, результаты? У меня не было никакой. У тебя плохие анализы, мам, были? А что у тебя тут пошли? А какие анализы, правильно? Ну, поэтому ближе всего с кровью вот это... У меня антибиотики делали, все делали. Дальше я позвоню. Спрошу, когда там надо следующий анализ, повторный анализ крови, когда надо. Там не анализ крови, там написано, какую-то кислоту надо мне сделать. Ну, мне же Черевинская сказала, что придете немного в себя, потом... Ну, давай так, через месяц. Вот наметим себя через месяц. Ну, вот закончится вот, да. Через месяц, а завтра. Уже 10 дней прошло? Все? 10 дней прошло, потом... Вот сегодня 10 дней. Ну, все, значит, через 20 дней. Я еще позвоню твоему лечащему врачу и у нее спрошу. Вдруг надо раньше сделать. Тебя какой? Какой? Твой лечащий человек, Митский, мам. Та женщина, да. Моя? Да. Врач хороший, видишь? Он сразу, когда меня осмотрел он, когда я в палату зашла, он меня осмотрел, просил, как, что, ну, и это отсюда подзвонили, и бумагу дали, и он, она зашла, а он говорит, это твой клиент, твой пациент. У них были уже такие случаи, но не такие сильные. Потому что я там медсестер спрашивала, а у нас, говорит, были такие, мы уже знаем, как лечить, но вы, говорят, завершили всех. Мы завершили всех поликлинику, один, второй, к зубному, три дня возили, четыре дня лежало, ничего, семь дней не упустили. А если были сразу, все, а у вас же не было, то тоже, куда ехать, что делать? Не, у тебя был стоматит, мы же думали, это стоматит. Ну, стоматит и есть, но запущенный очень формен. Мы же не знали, думали, просто как стоматит у тебя, горло, стоматит. Не, не, не. Насколько? Нас два дня всего не было, первое, второе не было. Ты горкушник сразу сказала, это не по моей части, сразу же. Вам в зубнику надо. Это видишь, причина была в другом. Так, я заканчиваю, уже у нас видео буду выпускать аж послезавтра.